Мои витания, шановные зрители, в прямом эфире программа «Слово депутату». Я Федір Бундар. І сьогодні наш гість Андрій Олексійович Вадатурський, народний депутат України, керівник партії «Солідальність» блоку Петра Порошенка в Миколаївській області. Я вас витаю. Здравствуйте. Ми готові протягом найближчих 20, ну, вже майже 20 хвилин, приймати ваші дзвіночки з запитаннями, побажаннями за телефоном студії 76 92 42. Ви будете бачити його періодично на екрані. Якщо маєте запитання до народного депутата, будь ласка. Андрій Олексійович, последний буквально законопроект или изменения к закону, который ви внесли, касаются індексации арендной платы за земельные участки. Якщо можна, несколько слов об цьому предложенні, наскільки це актуально, о чому взагалі речі? На самом деле, достаточно простенький законопроект, но я считаю, что имеет большое значение для наших сел, для владельців земли, паїв. Почему? Что произошло? На самом деле, люди заключают договор аренды на 3, 4, 5, 7 лет. Договариваются об оплате арендной платы в гривнах, соответственно. Но с девальвацией гривны за последний год, допустим, существенная разница существует между получением дохода 2 года назад, 1000 гривен, и сегодня. Поэтому, с другой стороны, производитель зерна эту девальвацию учитывает в продаже, потому что в основном продукция продается на экспорт, как говорят, привязана к доллару, к курсу гривны к доллару. Поэтому, если 2 года назад зерно стоило 1500 гривен, например, то сегодня 3000 гривен. Поэтому, считаю, это просто несправедливо оставлять арендную плату в размере трехгодичной давности. Поэтому ко мне обращались и избиратели с такой просьбой, но, к сожалению, нельзя уговорить просто владельца земли или арендодателя. Поэтому это нужно сделать, урегулировать на уровне законопроектов и дать возможность пересматривать. Это, в принципе, этот законопроект просто будет соблюдать или выравнивать справедливость у нас на округах, в сельских местностях, скажем, восстановить справедливость на местах. То есть, местные бюджеты будут получать больше? Нет, это не местный бюджет, это будет перераспределение между теми людьми, у кого земля, и теми, кто обрабатывает эту землю. Более-менее ясно. Одна из самых актуальных, пожалуй, самая актуальная тема последних недель, можно даже месяцев, это децентрализация. Оценки тут звучат абсолютно противоположные. От того, что это за уши притянутая реформа, до того, что это назревшее, абсолютно необходимое, адекватное решение. Ваше мнение, и если вы уже знаете, будет ли от этого польза регионам Николаевича? Ну, моя точка зрения, это вообще революционный подход, и при том не только в форме бюджетов. Это изменение колоссальное в менталитете. Я вам наведу простой пример. Вот я приезжаю в село, выступаю перед людьми, меня обвиняют в том, что плохой президент, плохой премьер-министр, ничего не делается, высокие цены на газ, ну и тому подобное. Обычная проблема, на самом деле. Потом возникает такой вот спор, а вот что делать с освещениями улиц? И начинается ругня, действительно, между жителями села. Я спрашиваю, где голова сельсовета? Вот, вот он, да, он встает. Я говорю, почему, какие проблемы? И он начинает рассказывать о том, что никто не платит, что он бегает за людьми, собирает деньги. И вот, знаете, вот такая парадоксальная ситуация, вот во всем виновата правительство. Да, мы его выбираем каждый год, но оно во всем виновата. Что эта реформа на сегодняшний день даст? Во-первых, люди получат не только просто, вот, какие-то территориальные изменения, а на самом деле получат рычаги. То есть, по большому счету, они смогут выбирать тех людей, которые потом будут обслуживать, это раз. Те люди, которые будут жить среди них и которые им доверяют. А как это отличается от того, что было до сих пор? Те же советы? Хорошо, давайте немножко, ну, во-первых, я говорю еще и о полномочиях. То есть, с одной стороны, вот, есть исполнительная власть, да, на сегодняшний день. Как это происходит? Мы выбираем президента, который, грубо говоря, выбирает... Я прошу прощения, Андрей Алексеевич, пока мы глубоко так в эту схему не вошли, у нас есть первый звоночек от телезрителей. Хорошо. Давайте послушаем, потом поговорим. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Приняли новый закон, значит, по пенсии, да? И увеличили возраст для женщин, в частном случае для меня, до 60 лет. Мне сейчас 54 года, я осталась без работы, да? И вот уже 6 лет я не работаю, я пытаюсь устроиться на работу. Куда бы я ни подошла, сразу вопрос. Сколько вам лет? Спасибо. Проблема понятна. Можем ли как-то... Ну, я понимаю, у вас действительно проблема не только в том, чтобы найти работу в 60 лет, да? Сегодня такая ситуация, что и молодые тоже не могут найти работу. Это в комплексе ситуация. Нужно смотреть и решать. Самое главное, это привлечь инвестиции, создать рабочие места. Это единственное решение для всех нас. Пока мы это не решим, ни любое увеличение, ни пенсии, ни увеличение заработных плат, ничего не решит. Да, на самом деле. Нужно заниматься комплексно, фундаментально. И через 2, через 3, через 5 лет мы сможем нормально жить. Вот я вам приведу простой пример. Можно красненько, у нас есть еще один. В Польше было принято 19 законов в самом начале. И только через 2 года Польша перестала терять ВВП. Начали создаваться рабочие места, и Польша стала зарабатывать деньги. В 1991 году уровень жизни Польши и Украины был одинаков. Сейчас Польша в 3-4 раза выше уровень жизни, чем в Украине. У нас есть еще один звоночек. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос по сельской реформе. Скажите, пожалуйста, если изменится территориальная принадлежность, допустим, нашего села, не будет нашего сельского совета. Мы удалены и так от города. Как будет тогда решаться вопрос с тем, что поехать взять справочку? Надо ли будет изменять документы наши на дома, на землю? Надо будет ли приоформлять это все? Спасибо. Хорошо. То есть вопрос, насколько я понимаю, людей пугает действительно сам факт объединения. На самом деле мы должны думать об эффективности той власти, которая действительно будет. И смогут ли они что-то решать или нет. Я просто приведу пример. С одной стороны, вы можете содержать правительство в каждом селе, которое будет неэффективно. И все будут просто стоять в очередях или убивать время для получения той же маленькой справочки. Либо будет работать более эффективное правительство в соседнем селе, которое даже через почту сможет этот вопрос вам решить в течение одного дня или двух дней. Поэтому мы за объединение. Почему? Потому что там еще добавляется такой вот ресурс. Во-первых, конкуренция. Раз. Мы должны туда привлечь более сильных, лучших людей. Второе. У них будет более серьезный ресурс, объединенные громады. То есть у них и бюджет будет больше. Третье. Это будет конкуренция. Конкуренция. И вы сможете выбрать тех людей, которые смогут построить эту работу эффективно. Поэтому не бойтесь. Это мифы. Того, что мы потеряем управление и у нас не будет каких-то справочек. Во-первых, нужно сделать так, чтобы этих справочек стало меньше. Во-вторых, их просто нужно вдавать эффективно по звонку, через почту. Все это должно быть в наших руках, в руках громад. Ну и каким образом? Первый вопрос. Это все можно этого достичь. То есть люди те же приблизительно, но предположим, изберут новых в эти советы громады, или как они будут называться, эти органы управления. За счет чего? Контроль над контролерами или что? Во-первых, люди не те же. Если мы объединяем и делаем одну общину в размере на территории одного района, то есть мы говорим об объединении 10-15 общин, которые на сегодняшний день есть. Либо 2 общины. То есть по всей Николаевской области мы, согласно проекту, который сегодня обсуждается, мы должны получить в районе 30-ти. 32 общины, 33, может быть 34, может быть 30, вместо, по-моему, 320. То есть 10 старых и одна новая. То есть в принципе люди не те же должны быть. Почему? Потому что из 10 человек, которые знают, которые сегодня этим занимаются, останется один, лучший. Это конкуренция, это нормальная конкуренция. И люди будут бороться. Может быть еще вернемся к этой теме, у нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. А мне подскажите, когда будет отремонтирован участок между Баштангом и Новымбогом? Дороги, очевидно. Вы знаете, благодаря этой дороге я обещал избирателям на округе заняться вопросом дороги. Результатом этого стало два законопроекта. Первый – это дорожный фонд. Это, грубо говоря, очень быстро. Мы должны сделать открыто, сколько мы денег получаем сегодня уплатой за акциз. Ведь мы сегодня все платим за эти дороги. Раз. Второе – мы должны сделать целевое использование этих денег, которые мы собираем. Третий законопроект, который я внес в парламент – это плата, взимание платы с грузовиков. То есть выше 12 тонн на ось люди должны платить. Ничего бесплатного в этом мире нет. И я надеюсь, что на следующей неделе мы должны рассмотреть это в комитетах. И, наверное, в июле месяце попробовать в первом чтении его также рассмотреть с тем, чтобы его принять. Этот дорожный фонд заработал с 1 января 2016 года, а плата с грузовиков взималась с 2017 года. То есть, в принципе, это позволит решить вопросы в корне по всей Украине. Но у нас сегодня нет этого времени, год, два или три ждать, чтобы получить деньги целевое использование. Поэтому я стал инициатором такого пилотного проекта. Кстати, в пятницу совместно с министром инфраструктуры мы его презентовали в Николаевской области. Мы его представим в четверг. Я более подробно расскажу, что мы должны сделать. Но смысл какой? Сегодня нету дороги и сегодня нету денег в бюджете, заложенной на эту дорогу. Поэтому это зависит от нас. Раз. Если мы соберем эти деньги, мы сможем их честно, открыто потратить и сделать за наши деньги нашу дорогу. Плюс будут источники государственные. Это администрация морских портов Украины. Потому что мы убедили министерство, что порт это тот же транспортный узел. И какой бы ни был красивый причал, без дороги, без подвоза груза он просто работать не будет. В этом также заинтересована и Украинская залезница, потому что в принципе они находятся в рамках, подчиняются определенным законам. А на дорогах сегодня беззаконие. В общем, может быть мы еще вернемся к вопросу дорог. В четверг я приставлю. Кстати, я выезжаю в понедельник на округ. В газетах я написал время приема, выступлений. Приходите, я более подробно расскажу об этом проекте. Есть еще звоночек у нас. Слушаем вас. Я снова хочу услышать ответ на вопрос, а будет ли приоформление домов по новым, скажем так, адресам, или как там называется, к новой сельской раде будем относиться. Переоформление домов, земель, вот мы проживаем в определенном ненаселенном пункте. Переоформление документов на дома, на все. Нет, этого не будет. Дело в том, что давайте упростим это, скажем, видение. Вот если находится один орган, который выдает справку в каждом селе, то мы сделаем этот орган в одном селе, либо в районном центре, где будет находиться община. Вот и все. То есть, в принципе, просто 10 человек будет обслуживать не одно село, а будет обслуживать 5-10 сел. Адреса не меняется, дополнительные документы брать и давать не нужно. То есть, в принципе, эта реформа будет сделана для людей. Почему? Потому что это как раз общины будут уполномочены, им будет дано наиболее широкий круг инструментов, полномочий. Они должны это делать быстрее, более эффективнее. Я думаю, что люди увидят эту разницу. Я думаю, если бы люди поверили в то, что меньше будет бюрократии и волокиты, то сразу бы поверили. Не поверят, не выберут в следующий раз, поэтому у вас как раз будут рычаги, и вы будете давать оценку, и вы будете влиять на все эти реформы и процессы самостоятельно. Они опосредованы через многих посредников, скажем так. И звоночек еще один. Слушаем. Добрый день. Как приятно видеть депутата, который открыто отвечает на поставленные вопросы. У меня просьба всех приглашать депутатов. И вот тема «Дороги, дороги», как один голова села, что ему жаль было одного миллиона на проект решения, он решил своими силами сделать дорогу. Вот пусть берут пример с этого главы сельского совета. Спасибо. Вас похвалили сначала. Во-первых, я благодарен студии, с которой мы делаем каждое третье воскресенье депутатский эфир, вопросы. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы каждое третье воскресенье месяца. Ну и предложение брать пример не только с вас, другим депутатам, но и с того руководителя местного, который сам изыскал средства на ремонт. Я вам хочу сказать, есть такая инициатива и в Баштанке, люди сами собрались и собрали определенные средства для решения этих вопросов как раз на участке Баштанка Николаев. Вот они как раз вот были такими инициаторами и этого пилотного проекта. Все в наших руках и мы как раз, знаете, в Николаевской области было рождено такое волонтерское движение, да, которое потом распространилось на всю Украину. То же самое я хочу сделать и по дорогам, да, потому что мы все привыкли жаловаться, критиковать. Нужно взять, сделать и показать другим, что это возможно. Ну, в принципе, если брать мировой опыт и стран, которые сегодня принято называть развитыми, то они все начинали именно с дорог, потому что без коммуникаций невозможно решить никаких вопросов. Время, дороги смогут дать возможность создания рабочих мест, тех же рабочих мест, отвечая на вопрос первозвонившего. Среди вопросов, которые сегодня тоже на слуху и которые, в принципе, всех нас касаются, ближайшие местные выборы, которые должны пройти осенью, закон принят в первом чтении, да. Как бы вы его охарактеризовали, какие там особенности, вот в частности, будет ли второй тур голосования по мэрам городов, не миллионникров? Действительно, в четверг как раз Рада приняла, потому что я переживал, я был одним из авторов законопроекта, который не прошел, но прошел другой, альтернативный. Он также нормальный, этот законопроект. Я считаю, что он как раз более адаптирован, если наш или Черненко закон, который Порубий также подписал, он считается более идеалистическим. Может быть, мы к нему придем через год, через два, через три, вот, но на данном этапе тот законопроект, который принят в первом чтении, он нормальный. Это уже шаг вперед и относительно выборов мэров, то есть в городах с жителями больше 90 тысяч будет обязательно в два тура производиться, да, потому что, ну, скажем, это нужно делать, это может серьезно изменить картину. Я буду также вносить определенные поправки в этот закон, например, обязательно теледебаты, обязательно должны люди встретиться и обсудить открыто. Это дебаты на всех уровнях? На мэрских, да, то есть это как минимум, да, должны быть. Вот, я считаю, что мы должны упорядочить все-таки вопрос со средствами на предвыборную кампанию. Почему? Потому что очень много неучтенных денег участвует в этом. Мы должны узаконить с тем, чтобы показывать действительно, кто может, кто баллотируется, откуда деньги на предвыборную кампанию. И это серьезно изменит и качественный уровень тех депутатов, которые будут нас представлять. Поэтому закон действительно важный, он нужный. В целом мы говорим о децентрализации. Это одно из направлений тех реформ, которые мы сегодня делаем. Второе, это уже закон о выборах, да, то есть таких вот 11 направлений реформ в стране, которые действительно должны все-таки изменить нашу с вами жизнь. Участвуйте. Я бы хотел предложить также и вам участвовать в этом, если есть законодательная инициатива, если вы видите, например, какие-то нарушения. У нас работает громадская приемальня, есть партия, блок Петра Порошенко, солидарность. Обращайтесь, становитесь рядом и меняйте нашу с вами жизнь. Не будьте безразличными, равнодушными. Дякую. Спасибо. Дякую всем, кто интересует тем, что происходит в нашей студии, ставил запитания. Это был Андрей Водотурский и Федер Бондар, это я. Увидимся в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.